Разрешите 24-е заседание Законодательного Собрания объявить открытым. Рассматривается вопрос номер 3 о проекте закона Пермского края, о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующим выполнению задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, и лицам, проходящим службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и членам их семей в собственности на территории Пермского края. Решение принято. Представляем вам законопроект, который разработан в целях оказания мер государственной поддержки участникам специальной военной операции. Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога физические лиц, которые зарегистрированы на территории Пермского края и являются участниками СВО, либо являлись данными участниками. Спасибо. Вопросов в ней нет. Решение принято. Спасибо. Спасибо большое. Рассматривается вопрос номер 8 о проекте закона Пермского края, о бюджете Пермского края на 24-й плановые периоды 25-й и 26-й годов. У вас много закладок в докладе? У вас много закладок? А то много закладок-то. Это много закладок, если будет много вопросов. Вопросов в ней нет. Благодарим министерству финансов Пермского края за проделанную работу. Однако в проекте бюджета мы не можем не отметить ряд тревожных моментов. В приоритетах бюджетной политики Пермского края не прослеживается повышение реальных доходов граждан. Здесь мы должны сказать о недостаточном финансировании затрат на предоставление жилья для детей-сирот. После утверждения новой программы капитального ремонта жители Пермского края начали получать ответы о том, что ремонт в их доме произойдет только в 2054 году. Финансовые средства, направленные на строительство гигантских спортивных комплексов стоимостью 2,5 миллиарда, на наш взгляд, не такие важные проекты, как расселение ветхого аварийного жилья. Время требует левого поворота в государственном управлении. А левый поворот – это ведь на обочину, как я понимаю? Это левый поворот? Нет. Хорошо. Извините. Поскольку предлагаемая нами абсолютно простая формула социальной справедливости не первый раз игнорируется правительством края, «Справедливая Россия» не поддерживает данный проект бюджета. Спасибо. Стакан наполовину пустой. Решение принято. Уважаемые коллеги, мы с вами отработали час. Предлагается ввести ограничения розничной торговли табачной или никотиносодержащей продукции кальянами и устройствами для потребления никотиносодержащей продукции вне стационарных торговых объектов на территории Пермского края в качестве дополнительной меры. Попросим поддержать данный законопроект. Решение принято. Рассматривается вопрос номер 13 о проекте закона Пермского края вне сей изменений в закон Пермского края от 11 марта 2014 года номер 304 ПК о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края. Первое чтение. С докладом. Рукодел фракции КПРФ Барановой Анна Михайловна. В настоящее время в Пермском крае более 7,5 тысяч специальных счетов. Ежеквартально каждый владелец спецсчета должен предоставлять информацию в орган государственного жилищного надзора. В случае непредоставления данных сведений, а именно формы, которая сейчас представлена на слайде, и заверенной надлежащим образом выписки из банка, выставляется административный штраф от 300 рублей и выше. Однако предоставления данных сведений не оправданы никакой хозяйственной надобностью за исключением необходимости подачи данных в Минстрой Российской Федерации. Для сокращения административной нагрузки на владельцев специальных счетов предлагаем внести в часть 3 статьи 10 закона Пермского края норму о ежегодной отчетности владельцев специальных счетов. Считаем, что данный законопроект напрямую исполняет поручения президента Российской Федерации в части снижения бюрократической нагрузки на организации нашей страны. Кроме того, поступили письма поддержки от председателей ТСЖ Пермского края с просьбой принять данный законопроект, просим поддержать представленный проект закона в первом чтении. Уважаемые коллеги, объясняю голосование в соответствии с регламентом. Я не могу ставить за отклонение, поэтому если вы хотите поддержать инициативу Анны Михайловны, голосуйте за. Если у вас другое мнение, голосуйте как хотите. Решение не принято. Рассматривается вопрос номер 17 о проекте закона Пермского края об административно-территориальных изменениях в Пермском крае. Первое чтение с докладом главы городского округа, главы администрации Краснокамского городского округа Бакариза Игоря Яковлевича. Как жизнь-то хоть? Нормально. Хорошо, благодаря вашей поддержке. Решение принято. Рассматривается вопрос номер 23 о проекте закона Пермского края о статусе детей Великой Отечественной войны. Первое чтение с докладом. Анна Михайловна, пожалуйста. Проект закона о статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае и мерах их социальной поддержки. Мы уже неоднократно и в том созыве, и в позатом созыве фракции вносили данную законодательную инициативу. Очень важно узаконить статус детей войны, потому что именно они внесли тот неоценимый вклад в восстановление страны в послевоенные годы. К этой категории относятся граждане пенсионного возраста, и большинству из них в соответствии с федеральным и региональным законодательством предоставляются различные меры социальной поддержки. Вместе с тем, наряду с указанными мерами, их особый статус как детей военного времени до сих пор не определен. По смыслу законопроекта «Дети войны» — это граждане Российской Федерации, рожденные с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года. В первую очередь необходимо поддержать поколение, на себе ощутившее ту страшную войну, сумевшее выжить и подарить будущее нашей стране. Коллеги, голосуя сегодня, помните, пока из года в год идут дискуссии по данному законопроекту, эти люди уходят из жизни. Решение не принято. Рассматривается вопрос номер 27. Информация о реализации регионального проекта комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С докладом министра жидко-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Балахнина Артема Александровича. Пожалуйста. У нас с проектом экология по направлению комплексной системы обращения с ТКО установлены показатели, согласно которым к 30-му году 100% образованных объемов ТКО должны пойти на обработку и только чуть больше 50% должно захораниваться. Показатели установлены для Пермского края на сегодняшний день достигаются и мы планово идем к достижению тех целевых показателей, которые у нас установлены. Переходим в режим вопросов. Депутат Килейко Дмитрий Евгеньевич. Сам столкнулся, живя в Перми, с тем, что все выбрасывали мусы в эти контейнерные площадки. Все делаем это руками. Приходится эти грязные крышки открывать и так далее. Вот я хотел вопрос задать такой. У нас в планах есть переход с педалями, да, вот эти ножны. То есть педалью открыл крышку, выбросил. Мы думаем сейчас поизучать вообще педальный механизм. Решение принято. Спасибо, Артем Александрович. Будем продолжать эффективное взаимодействие с вашим министерством, потому что мусор у нас появляется. С педалями разберемся. Разрешите 24 заседание Законодательного собрания объявить закрытым. Законодательного собрания